12.07 в Кирове продолжается программа «Разворот на бизнес». В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». В нашей студии Владислав Попов, полномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, Лев Шварцблат, ректор Института бизнеса. И к нам присоединился Андрей Маури, председатель Кировского регионального отделения деловой России. Всем еще раз добрый день. Мы сейчас будем... Да, обозначьте себя, коллеги, что вы в студии. Добрый день. Мы сейчас будем по телефону набирать представителей различных сфер бизнеса. В частности, нам интересно будет связаться с представителями турагентств. Управляющий сети «Сельпоели» Петр Кочетов должен выйти с нами. На связь посмотрим, что у нас происходит с кафе, с ресторанами. Директор Центра информационных технологий в обучении и познании Инна Валикжанина, надеюсь, выйдет тоже с нами на связь. Прежде чем мы с ним поговорим, вот сейчас мы, надеюсь, наш продюсер набирает телефон первого спикера, все-таки предоставим слово Андрею Маури. Мы тут собирали, Андрей Алибертович, в первом часе, собирали ощущения наших спикеров от существующей ситуации. Что происходит? В паре фраз буквально. Что происходит и каковы ожидания? Во-первых, что происходит? Такое ощущение невидимой войны. Вроде бы везде суета, как-то ее руками потрогать нельзя. Хотя вот с точки зрения бизнеса, вголоски в чем есть? 100% отказ заказчиков из сферы ритейла. Сами понимаете, раз закрываются точки быстрого питания, одноразовая бумажная посуда, стаканы, тарелки уже не нужны. Отказ почти 100% от продукции класса премиум. То есть сейчас главное выжить. И самое неприятное, по ощущениям, с одной стороны, есть рост заказов, связанных, скажем, с упаковкой для продуктов питания, а с другой стороны, понимание, что сырья осталось на несколько рабочих дней. Мы фактически все сырье завозим либо из Европы, либо из Азии. Но если Азию мы уже два месяца не получаем, то Европа нам вот этот дефицит закрывала. Сейчас остановилась Европа. Андрей Альбертович, на секунду прерву, точнее у нас звонок. Продолжим. На связи у нас директор турагентства «Планета» Светлана Ердякова. Светлана Викторовна, добрый день. Добрый день. Расскажите, какова у вас ситуация? Мы обсуждаем сегодня ситуацию в секторах экономики разных. Понятно, что туризм первым, наверное, столкнулся с таким серьезным вызовом, как коронавирус, с ограничением выезда, вывоза людей за границу. И вопрос, наверное, еще плюсом, что происходит у вас с персоналом, как вы поступаете, что думаете делать в силу того, что сокращается, наверное, количество клиентов? Да, на сегодняшний день очень сложная ситуация. Отменены, перенесены, аннулированы десятки туристических поездок. И в каждой из них туристы и турагенты хотят получить конкретные вопросы, решения, сроки возврата денежных средств. Но это такое форс-мажорное обстоятельство, которое никто, ни туроператор в том числе, не мог предвидеть, предотвратить. И поэтому в данной ситуации всем сторонам сейчас необходимо эту ситуацию рассматривать с точки зрения взвешенных решений. Ситуация очень сложная. Поэтому пилить сук, на котором мы сидим, обращаясь... Это я по отношению к туристам, просить срочно вернуть деньги. Надо отдавать себе отчет, что это сделать в один момент, это просто нереально. И просто загубить туристический бизнес. Светлана Викторовна, правильно ли мы понимаем, что сейчас все поездки туристические, и внешние, и внутренние, закрыты? Нет, закрыты только внешние поездки. Внутренние поездки, поездки по России сейчас ограничений не носят. То есть они возможны. Ограничений не носят, а есть ли на них спрос? Ну, кто... уже у кого были забронированы эти поездки, они все состоялись. И вот если смотреть ситуацию сейчас, например, в Амеретинской низменности, она полностью заполнена. Там куча народу, там все гуляют, нахлаждаются. Это в Сочи, напомню, да? И в хорошей погоде. Сочи. Но это только касается Сочи, да. Ну и практически сохранил свою стабильность кисловодск, яссентуки, то есть минеральной воды. Это сейчас. А что с перспективой? Май, лето и осень? Вот с перспективой это вообще все очень сложно, потому что никто не может предсказать, как будет развиваться эта ситуация с коронавирусом. То есть если будет какая-то нормализация, то, дай бог, все будет работать и все будет состоится. Но это предположение. А люди-то что делают с этими периодами? Они что-то покупают или ничего? Все замерли в ожидании? Все замерли в ожидании. Покупать сейчас. Мы сами не рекомендуем сейчас что-то покупать, потому что неизвестно, как все будет развиваться. Теперь, если не закроется внутренний рынок, а внешний закрылся, справятся ли наши курорты с желающими, если люди смогут ездить по стране? Хватит ли всем путевок, мест, санаториев? Ну, конечно, нет. Нет? Конечно, нет. Даже с условием того, что выстроена большая инфраструктура в Эмеретинской низменности к Олимпиаде, которая была построена, даже с учетом этого нет. Потому что основной номерной фонд, он как был старый, он так и остался. Что с ценами на внутреннем рынке? Ну, как обычно, цены начали расти. Можем ли мы, как по какой-то там, да, разбег вот этих, на сколько выросли в процентах, может быть? Это все относительно спроса. То есть, если Эмеретинская низменность используется спросом, раньше этот тур на неделю, там, можно было купить за 5 тысяч, то сейчас он стоит порядка 15 тысяч. Три раза? Да. То есть, это я так условно. Но есть объекты, которые старые, которые не востребованы, то есть, они всегда так вот полупустые были, они так и есть. То есть, они цены практически не поднимают. Большой ли у вас штат, и что вы планируете делать вот на период этой, ну, там, спада, скажем, отсутствия продаж? Ну, у нас три человека в штате, но мы работаем даже сейчас в полной загруженности, и уходить у нас сейчас нет никакой возможности, потому что ситуация экстренная, работаем на прием заявлений, на решение вот таких ситуаций. Это ведь только сейчас так более-менее стало понятно хотя бы до 20 апреля, что никто никуда не летит. А до этого ситуация была вообще непредсказуема. Были такие случаи, когда туристы вылетают, летят, ну, в Вьетнам, например, летят в Вьетнам, а приземляются на Пхукете. То есть, во время полета страна закрывала свои границы и приходилось менять. Поэтому вот постоянно в режиме 24 на 7 работаешь. Ну, и тема, которую мы обсуждаем, главная тема, это меры поддержки со стороны государства. Вы ждете какие-то меры поддержки? Могут быть вообще для вашей отрасли какие-то меры? Ну, может, потом Лев Гавридович Шварцглад дополнит еще? Меры поддержки для туроператоров. Они сейчас находятся в очень сложном положении. То есть, турагенты, согласно закону о туристской деятельности, действуют только по поручению туроператора и, по большому счету, не имеют таких ответственности по возврату денежных средств, по принятию каких-то решений. То есть, все легло на плечи туроператоров. И им, конечно, эта поддержка государства крайне необходима. Именно в части возвратов? В части возвратов. Нет, может быть, в части льготных каникул, там еще каких-то льготных кредитований. Налоговых каникул, наверное, да, имеете в виду? Да, 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 налоговых каникул. Спасибо. Спасибо вам за участие. Светлана Ярдякова, директор турагентства «Планета». Прервемся на 20 секунд и вернемся в студию. У меня порядка компенсации убытков туроператоров. А мы уже в эфире. Мы уже в эфире. Владислав рассказывает о мерах. Пункт 3.2. Из мер поддержки, предлагаемых правительством от 17 марта. Да, там, в целом, это достаточно, как я уже говорил ранее, в предыдущем части, это многостраничный документ. Блок 2. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, к которым относится туризм. Там есть несколько пунктов, вот конкретно пункты 2.4. Освобождение туроператоров в сфере выездного туризма от уплаты взносов в резервный фонд остации турпомощь. И пункт 2.6. Установление порядка компенсации убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. То есть... О налоговых каникулах речи не идет? Это в общих мерах. То есть это блок 2, который наиболее постановленный. К ним относятся как раз три категории. Это туроператоры, авиаперевозчики и почему-то оказались застройщики. Лев Дович, такая ситуация со многими турагентствами в Кире? Да, ну вот с теми, с кем мы общались, ну, причем вот это действительно, может быть, не очень большое турагентство, а вот то, что касается больших там средств размещения, гостиниц, баз, то есть те организации, которые, ну, вкладывают в развитие свое, у которых большой персонал, значит, у них сейчас до 90, до 100% отмены. И там, в общем, и там работников 15, 20, 30 человек. У них там транспорт, у них, ну, как бы и другие налоги, да, то есть если небольшой офис, то есть фактически у них налоги только на зарплату, да, а если это большая организация, это налог на недвижимость, на транспорт, ну, то есть гораздо больше налогов возникает. Если одномоментно прекращается, ну, полностью поток выручки, нет клиентов, да, и причем, ну, непонятно на какой срок, сколько это, месяц, два, три продлится, да, а налоговые платежи будут часто возникать, зарплата будет часто возникать. То есть вот в этой ситуации, ну, во-первых, нужна, как мы уже на первом части говорили, определенность, а во-вторых, нужна будет финансовая поддержка. И сейчас самое главное понять, ну, размер этой, как бы, деды, да, то есть в каком размере нужна эта финансовая поддержка. То есть вот, да, там, ну, налоги, как бы, отсрочили или убрали, да, там еще каких-то платежей, от которых обязательно их можно освободить. А вот есть затраты, которые надо платить деньгами, да, то есть сколько нужно денег, вот, ну, скажем, сферу тура индустрия гостеприимства, какой объем средств необходим, чтобы они там пережили месяц, два, три. А еще до того, как так серьезно стало разворачиваться на экономической сфере вот эта вот ситуация, трагическая, может быть, это в какой-то части, вы собирались, собирались с представителями туристического бизнеса и говорили о том, что необходимо в этой ситуации развивать внутренний туризм, то есть в Кировской области развивать внутренний туризм. Ну, если, конечно, ситуация не сложится, как в той же Германии, где вообще запрещено выходить на улицу, тогда никакого внутреннего туризма. Да, вот я как раз хотела спросить, вы все еще думаете над этим? Потому что там были такие ваши достаточно оптимистические посты в Фейсбуке, что вот мы сейчас соберемся, мы вот там в этой ситуации выиграем. Ну, вот, да, как раз и решили, что сейчас нужно не столько о развитии, сколько о выживании, вот это вообще в целом этого сектора говорить. Поэтому сейчас, ну, основной упор, да, это понять, какие ресурсы нужны для того, чтобы этот сектор продержался, да, а второе уже после этого можно будет говорить о развитии. Светлана, тут проблема еще, знаете, вот вы, в принципе, правильно к теме подводите. На самом деле она намного глубже, проблема вот эта девушка, Светлана, да, там была Ердякова? Да, Светлана. Значит, она вот говорит о небольшой фирме, сразу виден ком-проблем. А реально проблемы ведь выживания, не предприятия, конкретных людей встают. Правительство федеральное заявляет, что тот, кто будет увольнять, кто будет не выплачивать зарплату, руководитель будет наказан. Хорошо, вот в Фейсбуке, в соцсетях ходит статья хозяйки компании Андерсон. Значит, она очень подробно расписывает, что будет. Фактически мы с вами сейчас живем в ситуации, когда деньги еще есть. И люди не понимают, что в апреле их вообще может не быть. И о каком туризме говорить, если будут останавливаться предприятия, потому что у людей, возможно, будут только средства на хлеб, на какую-то недорогую колбасу и на какую-то похлебку. Вот государство в данной ситуации должно открыть свою кубышку и протянуть руку помощи не конкретным секторам, а каждому человеку конкретно. То есть вот как, не будем называть там страны, многие, наверное, страны смогли вот эти социальные пакеты обеспечить. Все должны почувствовать сегодня, что у нас есть фонд национального благосостояния. И этот фонд национального благосостояния работает на каждого гражданина. Не на какую-то компанию, а на гражданина. Это очень важно сейчас. Да, но мы как раз об этом говорили в первом часе. Какие механизмы нужно включить для того, чтобы поддержать адресная или там, социальная поддержка буквально каждого, когда на семью даются деньги, на ребенка, на взрослого и так далее, как это в США, например, принято. Или все-таки... Или как в Москве. Или через бизнес, который благодаря вот таким траншам, не знаю, как это называется, мог бы сохранять и оплачивать сотрудников. Светлана, там проблема какая. Или это невозможно. Вот бизнес, да, каждый захочет какой-то кусок. Как его сделать таким, который устроит конкретный бизнес? Вот где-то середина, где-то мера справедливости, как ее оценить во сколько рублей. Это очень сложно. На мой взгляд, самое главное, что должно обеспечить государство, это стимулировать спрос. Стимулирование спроса только через доходы граждан. Убрать на сегодняшний день подоходный налог. Пусть страдает, кстати, компания, компании именно, которые работали в серой схемах. Адресная поддержка, она направлена на конкретного человека. Она не поддерживает серую схему. Если ты работал с серой зарплатой, ты пострадаешь как бизнес. Через стимулирование потребительского спроса, конечно, рынок заработает. Другое дело, что возвращаемся к тому, что Олег сказал, что тут, если запрещается, если у нас карантинные меры какие-то, в разной степени, там, легкости и тяжести, то просто спрос не простимулирует, потому что нельзя будет выйти, например, из дома и встретиться. Из этого спроса, из этой кубышки, они уйдут только критейлером, о чем тоже Андрей Евсенко говорил, они не попадут в все сферы экономики. Я подозреваю. Ну, сегодня что можно сделать? Вот, например, снять все ограничения, навоз технологического оборудования, как это ни странно звучит. Любой кризис – это возможность роста. Вот мы видим, что у нас в стране никто не производит маски. Китайцы, вот представляете, три недели нас долбят тем, что предлагает оборудование для производства масок. Мы его завести можем, но у нас на это оборудование попадает НДС, таможенная пошлина и так далее. То есть ты станок покупаешь там за 200 тысяч долларов и 70 тысяч долларов ты еще должен найти. Хотя окупаемость вот этого станка, она практически моментальная. Дефицит жуткий. И спрос огромный, да. Спрос огромный на продукцию. Ниши появляются, реально появляются ниши. А с другой стороны, маски, те же китайцы, которые вывезли из России, и закупили из России маски в момент, когда был пик заболеваемости, а сейчас уже высвободились, они готовы поставлять маски обратно. Ну то есть если мы эти станки завозим, сейчас произвели, а дальше что с ними? Когда спрос упадет? Дальше вот надо государству как раз вот этой ситуацией воспользоваться для того, чтобы оживить производственный рынок. Ведь мы, смотрите, оказались, вот я начал говорить, там девушка позвонила, мы оказались в ситуации, у нас нет нормального производителя высокотехнологичного оборудования в стране, у нас нет расходных материалов, у нас фактически все сырьевые. Вот сегодня разговаривал с компанией, ну не буду называть, одна крупная федеральная компания производит плавленый сыр. Они говорят, спрос не можем удовлетворить. Я говорю, почему? А потому что ингредиенты завозим из Италии. А я говорю, а что, в России нет? Нет, все завозим из Италии. Не могут выпускать вот этот несчастный лавленый сыр. Но какие-то специфические, которые... Да какие-то специфические, самые обычные. Но молокошный завозим. Мы желатиновый клей завозим из Италии, из Германии. Клей желатиновый. У нас на связи Петр Кочетов. Добрый день, Петр. Это управляющие сети Сели-Поели. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, рад, что на связи. Надеюсь, что со здоровьем все хорошо. Вопрос, как и ко всем гостям. Как ситуация у вас? Чувствуете ли сокращение клиентов в ваших сети? И какие-то меры уже предпринимаете для того, чтобы экономически себя обезопасить? Ну, давайте скажу откровенно, что наша отрасль самая незащищенная и первая, по которой приходится удар. Сразу же, как только начинается некая паника, люди и деньги начинают экономить, и не ходят за деньги общественного питания. Ну, и, соответственно, выручки очень сильно падают. В Москве это вообще кризисное состояние, там просто уже на грани умирания. Нас пока не закрывали, но выручки по отрасли от 30 до 60% уже сократились. Сократились, соответственно, как только вся ситуация началась, мы, в принципе, всегда применяем самые высокие стандарты санитарии. Мы уже с прошлого поддельника запустили дополнительные меры, то есть там по обслуживанию, по протиранию, по недопуску к работе сотрудников с признаками ОРВИ, по обработке дезинфекции, по вентиляции. В общем, все это мы донесли до своих гостей, в видео, в постах, в общем, и, ну, работаем. Конечно же, первая мера – это стараться все затраты привести к той выручке, которую ты имеешь, потому что по счетам надо рассчитываться. За нами стоит под франшизой «Сели Паэль» сейчас 500 человек, у которых семьи, да, все хотят питаться. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы сохранить компанию, сохранить персонал, который покупиться мы собирали несколько, много лет, и пройти это испытание. Каким образом сохранить? То есть если, ну, предположим, до какого, не знаю, до какой грани должна опуститься там выручка, чтобы, там, где эта граница, когда вы понимаете, что вы уже не можете персонал обеспечивать зарплатой? Мы можем как-то об этом говорить? Или у вас достаточно накопленный жирок, чтобы там, например, сохранять персонал на удаленке, не знаю, в отпуске? У нас удаленка невозможна. Наши ребята все на первом фронте стоят. Только повара, они скрыты иногда бывают. А во многих заведениях у нас и повара работают открыты перед гостями. Соответственно, наш персонал, он не может выйти на удаленку, как и заведение. Значит, мы, конечно, сейчас падение, которое испытываем мы на этой неделе, начиная с конца прошлой, оно ниже точки, выручка ниже точки безубыточности. То есть мы уже немножко некие долги бы имели, если бы не приняли определенные меры. То есть, конечно же, мы сейчас сокращаем свои запасы, максимально закрываем дебиторскую задолженность. И, ну, графики выстраиваем таким образом, чтобы смену старались все и заработать, но при этом не было на смене, если нет работы, было меньше сотрудников. А есть ли у вас доставка на дом? Знаете, мы услугу доставки готовили к лету. Мы всегда подходим очень основательно ко всему, что делаем. Мы сначала открыли два новых заведения в конце прошлого года и перешли доставки. Доставка для нас – это новое мобильное приложение, это новая услуга, она пока не готова. Но, честно скажу, общаемся мы по отрасли все, у кого есть доставка, она не растет таким количеством, чтобы что-то покрывать. То есть там несколько процентов роста, они ничего не дадут. – Неважно, в ритейле или в общепите, да, доставка везде не очень сильно врасла? – Ну, в нашем городе, понимаете, доставка пиццы, роллов, и сейчас люди будут экономить, не будут брать. Доставка моей еды просто, да, столовской, там, сборщиков, пюрешечки, она экономически очень трудно ее обосновать. У нас невысокие наценки в бизнесе. И сейчас все меры, которые мы принимаем, это действительно работать с выручки и стараться весь коллектив сохранить. У кого-то накоплено, пускай ребята пошли отдохнуть сами, проявили желание. Кто-то на больничных, кто-то на сменах. – Петр, есть ли какие-то варианты поддержки, в которых вы, в первую очередь, нуждаетесь, которые может предложить государству? Может быть, что-то уже видели из пакета лет, которые планирует там правительство Мишустина? – Честно скажу, вот, с кем общаюсь, мы привыкли облагаться на себя, не умеем вообще просить и не умеем на кого-то рассчитывать, кроме себя. Но попытка что-то сформировать, она, наверное, у нас будет у рестораторов города. Мы пока смотрим на рестораторов Москвы, которые действительно каждые 2-3 дня приходят в министерство, Минпромторг, да, и общаются на уровне министров. И мы видим, что они просятся. Конечно, это первое, что мы бы хотели, это чтобы люди все-таки нам доверяли и приходили в гости. Это нам очень сильно поможет, потому что сделано все для безопасности. Второе, конечно, это определенные налоговые льготы и каникулы, потому что сейчас, ну, если власть хочет, чтобы люди не пострадали, надо нам помочь. Надо помочь хотя бы налоговым премиумом. Очень неприятная ситуация, что, видите, это как снежный ком нарастает, и сейчас вырастают цены, и поставщики сейчас стараются поднять. А мы 2 года не трогали цены на столовых, и пока не трогаем их и дальше. А наши фудкосты, затраты на еду, на себестоимость продуктов, они сильно возрастают. Это очень тоже нам мешает работать. Поэтому все, что можно попросить у власти, это спокойствие, обеспечение нормальных мер и, соответственно, неких мер поддержки хотя бы в виде налогового времени и отмены каких-то сборов пока. Петр, вам для информации. Вот в ближайшие дни компания «Теремок», Михаил Гончаров, собственник крупнейшей российской компании «Теремок», вы, наверное, знаете, будет инициировал встречу с председателем правительства как раз по вопросам компании, которые занимаются вот этим питанием. Я вас, конечно, поддержу доставку в нашем городе. И в жирные времена было сложно организовать, потому что у нас чек достаточно небольшой, и таким компаниям, как сели-поели, сложно развиваться. Да, мы сейчас должны будем прерваться, но я все-таки хочу у вас, Петр, спросить. Вы смотрите в будущее оптимистично? Я смотрю в будущее оптимистично. У нас готовы четыре плана разных, от критичных до оптимистичных. Оптимистичность, что в конце апреля закончится, а дальше те компании, которые, ну, как вы говорите, накопили жиров, то есть компании, которые работают стабильно, у которых есть уважение, эти компании, они пройдут дальше. Те, кто приходили на рынок за сегодняшними деньгами так вот, ну, 7 минут на заработать, они больше пока не пойдут. И мы надеемся, что рынок будет оживать. Но на год это точно будет ситуация, ну, непростая. Спасибо. Спасибо, Петр Кочетов, управляющий сети Сели-Поели. Прервемся сейчас на небольшую рекламу и продолжим. Итак, мы пытаемся проанализировать ситуацию, которая сейчас в регионе складывается с различными сферами бизнеса, и пытаемся понять, какова реакция бизнесменов, властей и законодателей. Вот сейчас только что Аня Лапшина заходила в студию и сказала, что на Думе Юрий Львович Шемензон предложил освободить срочку по муниципальной аренде предпринимателям, но на самом деле это в пакете мер правительственных. Да, такая мероприятия присмотрена для тех предприятий, которые арендуют государственное либо муниципальное. Понятно, что это орган местного самоправления, но мы понимаем, что он должен рекомендации федеральной, соответственно, региональной правительственности выполнять. Мне на самом деле понравилась последняя фраза Петра Кочетова о том, что мы смотрим с оптимизмом, несмотря ни на что смотрим с оптимизмом будущее, разработали четыре разных сценария, и это правильный подход. Почему? Потому что когда кризис закончится, а все кризисы, когда они заканчиваются, выживает тот, кто лучше всех был к нему подготовлен и репутационно, то есть он имел в виду же уроки, мне кажется, больше именно репутационный, нежели какой-то финансовый подход. И вот там, где сплоченный коллектив, мне кажется, сбитый, который может потерпеть какое-то время, не распасться, и дальше уже... Но всегда должен быть оптимистичный сценарий точно. Это, наверное, больше к концу программы, а сейчас пока еще... Да, но вот хотелось бы, поскольку Андрей Альбертович, не было возможности высказаться достаточного времени, не было на это. Вот сейчас, Андрей Альбертович, все-таки мы все время в эту сторону обращаемся. Вот депутаты что-то у нас говорят, вот есть пакет мер, как бы к нему ни относились, и когда он вступит в действие, и изменятся ли какие-то цифры в нем, непонятно, я имею в виду на уровне государства. Но все-таки совершенно я, по крайней мере, не ощущаю какой-то, и, может быть, так и должно быть, я просто не знаю, не ощущаю какой-то активной работы на уровне, например, региона, чтобы вот прям было понятно, что в регионе есть оперативный штаб, и он вырабатывает какие-то свои меры. Может быть, это и невозможно, поскольку все должно регулироваться при такой глобальной проблеме на уровне федерации. Хотя бы информации собираться. Ну, мы неделю, даже больше назад обратились с предложением создать из федерально интегрированных структур предпринимателей штаб при правительстве области. Вот эта инициатива оказалась на исполнении у министра экономического развития. Ну, вы знаете, скажем, мою личную позицию, я ее постоянно озвучиваю, что у нас не тот человек, к сожалению, занимается развитием предпринимательства. И сегодняшние кризисные моменты как раз об этом говорят. Мы понимаем, что основное решение принимает федеральный центр. Но что надо вот сегодня предпринимателю такому, как вот Светлана Ердякова, Петр Кочетов, там, Инна Валикжанина, те, кто сегодня вводит на связь, элементарное внимание, чтобы кто-то услышал, к ним приехал, спросили. Ну, вот как Петр Кочетов говорит, рестораторы общаются на уровне министра там в Москве. Ну, это понятно. Но у нас в регионе этого нет. Мы несколько дней назад запросили наши данные областные, чем... Вот не буду там фамилии называть чиновников, чтобы их тоже лишний раз там не расстраивать. Запросили данные для того, чтобы передать по линии деловой России в правительство Российской Федерации, что делается у нас. Ответа нет. И вот это, к сожалению, позиция, она удивляет. Хотя вот Олег правильно сказал, любой кризис это, во-первых, выживание, во-вторых, это возможности и, в-третьих, неминуемый рост. Так вот, надо по всем этим трем пунктам пройти. Что сегодня может сделать муниципалитет? Общаться с федеральными структурами на территории области, скажем, с налоговой, чтобы не осуществляли блокировку счетов. Потому что потом этот счет не разблокировать. Это реальная проблема. В течение прошлой недели несколько предпринимателей с этим обращались. Ведь налоговая сейчас закрыта, дозвониться зачастую до инспектора сложно. Поэтому предприятия и так в тяжелых условиях, они еще на 10-12 дней с блокированными счетами. Посмотреть вопросы, связанные с арендой. Пообщаться с банковским сообществом, чтобы немножко вожжи ослабили у тех компаний, тех людей, особенно у ипотечных заемщиков, чтобы не возникали никакие проблемы, связанные с задержками платежей. То есть есть те меры, скажем так, человеческие, которые требуют простого элементарного общения. Вот мы сегодня же не собирались никого критиковать здесь в студии. То есть мы пытаемся разобрать проблему. И вот пришел бы представитель министерства лишний раз услышать информацию от тех людей, которые находятся... Министерство этого слышит, конечно, информацию. Вопрос, еще раз возвращаю, вопрос. На каком уровне все-таки предпринимаются какие-то действия и решения? Потому что мы можем на министра, на замминистра пенять. Но при такой глобальной проблеме... Федеральные потуги, мы видим, есть. Ну и какие-то решения, очевидно, до конца недели будут приняты. На региональном, если говорить честно, я не знаю таких мер. Опять же, тут видите, когда вот такие обстоятельства, скажите, требует бизнес открытых каких-то заявлений или встреч? Или не стоит, наоборот, для того, чтобы там не волновать? Штаб нужен для того, чтобы не нагревать, понимаете? Когда все перейдет, не дай бог, вот кризис вот этот продлится, эпидемия, скажем, в мае она будет проходить и так далее. Люди же пойдут, ну, я не говорю, что с вилами, но это будет уже массовый характер носить. Сегодня можно через организации предпринимателей, общественные особенно, вот эти удары демпфировать. Хорошо, что вот мы там договорились при омбудсмене создать некий оперативный штаб, группу, которая могла бы собирать все проблемы и транслировать правительству. Ну, хорошо, мы сегодня транслируем, но ведь вопросы требуют решения. А как вот эти вопросы будут решаться, пока механизм совершенно непонятен? Ну, и ведь нам ведь еще предстоит выйти из этой ситуации. То есть оперативные решения по нынешнему моменту должны предприниматься, но и какая-то стратегия, вот как усели-поели, у нас четыре сценария, они сказали. Выход самое сложное, Светлана, вы вот в точку здесь попадаете. Почему? Потому что, понимаете, вот мы сейчас будем проедать то, что было. А чтобы выйти из кризиса, надо иметь инструменты, в том числе и финансовые, чтобы достичь хотя бы первоначальных положительных шагов. И у каждой компании здесь будет своя проблема. Вот правительство, министр в частности экономики у нас говорит, мы мониторим крупные предприятия. Это крупный бизнес, никто не похоронит ему. Как всегда, и косточку бросят, и бульончика добавят. А что делать с мелким бизнесом, где три, четыре, десять человек, кто не знает, где находится правительство? Как эти люди получат поддержку? Там звоночек, по-моему. Да, Инна Валикжанина, директор Центра информационных технологий в обучении и познании с нами на связи. Инна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, в вашей сфере дополнительного образования, что сейчас происходит, как вы справляетесь с вот этой ситуацией кризисной? Образование, которым дети заняты по интересу. Им нравится петь, танцевать, программировать, как в нашем случае. И если наш центр, который занимается обучением детей, робототехники и программированием, мы быстро сориентировались, перевели детей на дистанционное образование. У нас для этого есть опыт, компетенции, коллектив, который готов это делать. То другие центры, ну, может быть, в силу своей специфики, не могут это быстро и оперативно делать, и не все занятия переведешь в дистант. Конечно, в топ-образовании детей сейчас есть вот такие вопросы и проблемы. И мне кажется, что тоже какая-то, может быть, поддержка таким центрам необходима. Да, это отрасль, может быть, не так на виду, как сфера туризма, но тоже это то, что создает детям настроение, компетенции, да и возможность им себя самореализовать. Но в сфере туризма мы, по крайней мере, видим какие-то действия, заявления, объединения и на федеральном, и на региональном, и на местном уровне. То есть и сами бизнесмены собираются, обсуждают, высказываются, федеральные меры предпринимаются. А вот, кстати говоря, в сфере доп. образования я что-то не слышала. Вы отслеживаете эту информацию? Ну, мы с руководителями взаимодействия между собой обсуждаем, как можно прийти из этой ситуации, но, наверное, такой консолидации нет. И явно это не видно. Но вот мы сейчас запускаем серию вебинаров по тому, как организовать дистанционное обучение в школе и в центрах доп. образования. Я думаю, что педагогам, руководителям такая помощь, поддержка будет полезна. Это безвозмездная работа, то есть это такое волонтерство? Да, это безвозмездно. Да, это безвозмездно. И мы понимаем, что вот так вот система образования, это же большое количество детей, педагогов, родителей заняты. Нужно рассказывать, показывать и снимать эту напряженность. Но это что касается все-таки системы образования государственной. А сейчас хочется к бизнесу обратиться. Вот именно центры дополнительного образования или развивающие какие-то школы, они-то сейчас требуют какой-то поддержки? И есть ли по поводу этих конкретных представителей бизнеса, этой сферы бизнеса, какие-то уже сейчас новости, решения, предложения, поддержки сохранения? Требуется поддержка, потому что вот если дети были на каникулах, то родители с удовольствием занимались те онлайн-обучения. И вот центры дополнительного образования, кто быстро сориентировался, они предложили такие услуги в онлайне. И что, ими воспользовались, сохраняя абонентскую плату? Да, воспользовались. Да, вот мы 2-3 недели уже работаем в дистанционном формате, но мы родителям предложили вместо одного очного занятия 2 дистанционных занятия. А потери есть, Инна? Есть, потому что некоторые дети уехали, как ни странно, к бабушкам, хотя вроде бы говорилось, что к бабушкам пока не надо. Уехали к бабушкам, там нет интернета. А в какой процент сокращения аудитории? Ну вот у нас, наверное, процентов 40 сократилось. У вас процентов 40? Это там, где вы сможете реализовать дистанционку, а где поют и танцуют, ее вообще не организуешь? Да, там еще сложно, и мне кажется, вот тут как бы важно-то и по детям, чем дети заняты, да, с одной стороны, а с другой стороны и по педагогам. И педагоги там остаются без зарплаты, потому что, как правило, у них часовая оплата труда, это зависит от этого. Да, спасибо. У нас, к сожалению... Я и не еще хочу добавить. Инна, наверное, Институт развития образования Кировской области вполне мог бы вот эту работу координировать и направлять, потому что самая большая проблема сейчас у детей, то, что они лишились привычного круга общения. И вот я по своему внуку смотрю, что реально вроде бы и занимаем его много чем, да, но вот такие центры, как ваш, могли бы вполне помочь вот эту проблему аффилиации закрыть. Да, надо сказать, что в перечне мер, которые правительство Российской Федерации 17 марта опубликовало и сейчас разрабатывает, есть все-таки пункт реализации мер поддержки учреждений культуры, физической культуры, спорта, столкнувшихся с сокращением потока посетителей, но это культура, физическая культура и спорта. Образования нет, образования нет. Да, образования нет. И РО, я знаю, что они тоже как бы включаются в эту работу, но мы тоже включились, потому что понимаем, что опыт компетенции есть и помощь, ну, она здесь необходима. Спасибо большое, коллеги, рада была. Спасибо. Спасибо. Центр познания Инноваликжанина. У нас не остается времени для того, чтобы мы подвели итоги. Мы поблагодарим наших гостей, Владислав Попоков. Давайте подведем итоги кратко. Андрей Мауриевич, Владислав Попоков. Нет, итоги-то можно к ним. Значит, первое. Ситуация понятна, да, она у нас все быстро. Меры поддержки вырабатываются, деньги направляются. По крайней мере, налоговые органы, которые ждем на организации, они сказали, что мы ограничиваем проверки. Ждем хоть что-то, понимаете. И вот здесь, в этих мероприятиях, на многих страницах основные сроки приходятся на интервал с 5 по 15 апреля. Я предлагаю нам собраться с 16 апреля и сказать, что из этих мер превратилось в федеральные законы. Подождать до 16 апреля. Кто дождет, собраться и обсудить. Выделены деньги, не выделены деньги. Есть законы, нет законов, да. Вы, кстати, правильную тему сына затронули. Знаете, вот я по внуковичу заметил. Вот они сидят сейчас, ничего не делают. Так, это уже за эфиром. Это уже за эфиром. Конечно, Андрей Альбертич. Да, прощаемся с нашими слушателями. Программа «Разбородный бизнес» завершена.